Вот так. Соленас, Сирьба. Депутата Сирьба Альбаева не надо представлять. Это такой оппозиционно настроенный депутат в период работы даже в мажлисе. Высказывал не раз акритичные высказания и в адрес президента в лицо. Кстати, по поводу этого случая. Когда это произошло? Что вы сказали? Это было в резиденции президента, что ли? Нет, ну это в резиденции президента, это было 2004 год перед распуском, незаконным распуском мажлиса парламента где-то в ноябре 2004 года. Он всех депутатов подвал или как? Ну он пригласил к себе в офис аккорду всех депутатов. Ну накануне было совместное заседание сената и мажлиса. Я лично подходил к Ахбаю еще некоторым депутатам сказал, почему режим был парпунтской, что президент должен был к нам прийти. Но, к сожалению, он, не знаю почему, но он опасался, что ему удобнее на своем кресле разговаривать с депутатами, на своей территории, на своем кресле сидя. Поэтому я предлагал, ну в конце концов он один, пусть придет, чтобы распустить мажлис незаконно, пусть придет к нам. Он решил пригласить гору к себе? А он всех пригласил, всех к себе. Ну, к сожалению, депутаты не послушали, но мы пришли. То есть часть депутатов не пошла к ним? Нет, все пошли. Все пошли? Все пошли, ну как, я тоже думаю, ну хоть услышим. А он просил, уговаривал самораспуститься? Видимо так? Нет, 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 не уговаривал, он просто решил распустить. Так, я объявил об этом. Он не объявил, но слухи пошли, что президент будет сегодня распускать парламент. Мажлист парламента. Ну, подготовлены люди были. Один из депутатов, господин Дворецкий. Какой? Дворецкий. Дворецкий? Да, минут 15 расхваливал. Ну, что на бишь, ваше имя, золотым буквой, не историй Казахстана. Ну, в таком духе. Ну, он довольный, конечно, сидит. И, так вот, молодцы, хорошо работали в течение пяти лет, столько законов приняли, нужные законы для реформы и так далее, и так далее. А я в душе сижу, думаю, ну если хорошо работали, а зачем нас не выдержать до конца? Еще полтора месяца нам оставалось. Зачем тогда досрочно распускать-то? Ну, в душе у меня кипит. Потом он опять говорит, ну, кто из вас еще выступит, спрашивает. Все молчат, все молчат. Вы стороженные, напуганные? Не, ну, видите, у нас слух такой пустили же. Аппарат работает. Президенту никогда нельзя вопросы задавать. Его щекотать, нервы его нельзя щекотать, а то разозлить он может распустить. Кстати, Жармахан часто нам говорил, вот, на пленарных заседаниях, давайте вы ведите себя приличнее, острые вопросы депутатам. Прямо на пленарных заседаниях, не поднимайте острые вопросы, потому что нас распустят. Ну, я тогда, Жармахан прямо заявлял на пленарках, а что из-за этого, что нас из страха, что нас распустить будем сидеть и голосовать за те законы, которые предлагают, и не будем критиковать деятельность президента. Ну, такие разговоры у нас бывали. Ну, кстати, вот, пришли, но опять он, опять хвалит, опять называет законы, какие мы приняли. Опять, вот, кто будет еще, хочет выступить. Ну, все молча, молча сидят. Жармахан рядом с ним сидит. Примером был Ахметов тогда. Ну, потом думал, ну что же, раз он настаивает, да, настаивает, чтобы кто-то сказал мне, я вышел на трибуну, прямо в Ахардея, глядя в гроза, в глаза ему. Я, правда, на казахском, я сказал, президент должен быть символом гордости страны народа. К сожалению, вы так им не являетесь. И, в принципе, потом, на конкретных примерах я сказал, как вы считаете, господин президент, что в Казахстане нормальные, честные выборы проходят или нет? Ну, он тут промямилил, что дал он поручение прокуратуре и так далее. Кстати, после этого, вот, уже прошло 15 лет, ну, никакого ответа-то нет. Все нарушители, они наяву... Ну, всегда, всегда. Поручил, вот, ответ потом дадил, сказать, и все. Безответственные заявления, безответственные, вот, речи. Это мы уже сколько лет слушали. Неприкрытое шуликство. Ну, похоже, похоже. И сколько вы выступали минут? Ну, я по времени засекал, но, в принципе, видите, как, я еще хотел что сказать, у меня пауза, я мысли собирал, я экспромтом выступил. Вот, тем более, я не конструктивно, я критиковал, на конкретных примерах, и поэтому, когда поймал он паузу, и иди садись. Вот, после этого он заявляет, я, говорит, вас пригласил не выслушивать, а попрощаться. И встал, ушел. Ну, мы разошлись. И вас оставил в зале, получается? Ну, в зале, да. А сколько у вас собралось тогда в зале? Ну, весь депутатский мажорист, это корпус. Ну, это, наверное, так. Так, тогда сколько было? Человек, наверное, 70. Да? Человек 70. Угу. Вот, теперь мы переходим по поводу выборов и бойкотов 2019 года, на 9 июня. Вы, ваша позиция какая и почему? Ну, моя позиция, знаете, вот, один раз обжогшись, вот, на горячей, на кипятке, постоянно мы не можем обжигаться кипятком. Я прошел, возглавлял, ну, 7, около 7-8 лет, оппозиционный штаб, оппозиционный штаб в Астане, в столице нашей страны. Что только мы не видели. Мы видели наблюдателей. Кстати, председатель Цикт Шуров, господин Шуров, российский председатель Центральной избирательной комиссии, мы в штабе были с Макалкиным, товарищем Макалкиным, в штабе работали, и он к нам пришел, ну, мне показалось, что он покрасневший или давление, или после употребления определенного напитка. Он пришел с представителем МИД. Я сразу у него спросил, господин Шуров, вы куда пришли? Он говорит, я же к вам пришел. Это был господин Шуров? В Астане, в Астане, в штаб к нам пришел. Я говорю, господин Шуров, вы куда пришли? Он говорит, я к вам в штаб пришел. Я говорю, нет, в какой штаб пришли? Он молчит. Я говорю, вы пришли в оппозиционный штаб. Он нам стал расхваливать систему, выбранную систему Казахстана, что честно, прозрачно, организованно, хорошо. Я говорю, вы откуда пришли? Наверное, из-за стола встали или из бани пришли к нам в штаб? Вообще, есть понятие. Понятие. Когда хвалят, кто он, друг или враг. Вообще, видя все прелести казахстанских выборов, расхваливать в оппозиционном штабе, я думаю, это просто, я несовместимый, это нонсенс. Когда я сказал, вы кто? Вы враг или друг Казахстана? Друг прямо говорит. Исправляйтесь, делайте так. Я вас друга не вижу. Он быстро-быстро собрался, убежал от штаба. После этого Макаркин говорит мне, ну ты, представитель, сика же. А я говорю, пусть он ведет прилично. Скромно ведет. Ну, даже объективно. Ну, такие у нас, например. Мы переходим к выборам сегодня. Проходим к выборам. Я говорил, я проходил, мы за руку ловили представителей участковой комиссии, членов участковой комиссии. Среди них были ректора, директора школ, директора музеев, госчиновники. Я приведу лично в суд, судились. Результат какой. Наших наблюдателей выгоняли прямо с участка, не давали. С мокрой печатью протокола вообще не давали. Мы не могли сводить, сводить. Мы даже представителям ОБСЕ ловили на месте нарушения нашего законодательства. И какой результат? И вообще, в целом, вообще жизнь выборами не кончается. В основном у нас же как? Выборный период всегда досрочный, всегда грязный, нечестный, всегда неожиданный. Не дает подготовиться оппозиционным другим силам. Поэтому, вот, увидим... Сам бежит, вот это как на стадионе. Значит, один из бегунов берет пистолет, стреляет на старт и сам бежит. Те подбегают к старту, чтобы начать... Да. Вот. То есть, мы неоднократно выступали в Центральной избирательной комиссии. Мы выступали перед министрами Стихи, мы перед Акимами. Понимаете, сегодня в Казахстане ни один оппозиционный кандидат не пройдет даже в Маслихат. Потому что там судьба области, региона, там деньги распределяются. Поэтому хоть один человек, он будет менять. И один человек, вот, на опыте второго, сразу, мы лишь, что мы знаем, там, Абдивиден, Токпасынов, вот, ваш покорный слуга. Мы иногда умели ставить вопросы. Кстати, вот, я уже несколько раз говорил, к нам пришел господин Школьник, будучи министром энергетики. И он говорит, слушайте, давайте мы энергиосистемы 5-6 областей передадим России. Ну, тогда я прямо у него спросил, господин Школьник, лучше тогда границу перенесите, отдайте, потому что мультикативный эффект от тарифов, от целей и так далее, это же огромнейшее. Вот до чего доходили. Это же представители господина президента. То есть, вот эта система... Компородорская. Компородорская. И вот все зависимо. Все примыкается. Почему же так получается? Потому что выборы нечестные. Потому что нечестоплотные люди приходят в правительство, нечестоплотные люди приходят в парламент, руководители областей, регионов и так далее. И они делают выборы. И у нас около 10 тысяч избирательных комиссий, умножьте на 70 тысяч. И по крайней мере, я вот законодательство предлагал в то время еще, в будущем, когда мы рассматривали закон о выборах, первую очередь, ответственность за нарушение выборной законодательности. Особенно по тем нормам, которые влияют на результаты выборов. Ну, и господин Назарбаев, мы когда за руку говорили, вообще это узурпация власти, это самое страшное преступление перед собственным народом. С этого отталкивается. Все-таки это совершенный переворот каждый раз. Это узурпация, насильственное удержание, не переворот, насильственное удержание власти в своих руках. И при этом безответственность перед собственным народом, перед страной, перед будущим народом. Поэтому, поэтому и передача национальных богатств иностранным государствам. Поэтому, даже вот последний пресс, это нельзя сравнить. У нас же президент, первый президент, сегодня дошли до того, что он назначает президента страны, в данном случае Патакаева. Это разве не назначением было Патакаева? Это что, они Конституцию подвели только под одного человека. При этом народ лишен своего права, участвовал на выборах. Как с этим бороться? Без усиления, полномочий, без возврата власти, единственный источник власти народа, ничего не получится. А как это сделать? Вы сказали, надо работать с населением, с избирателями. Вообще, есть, вот Махатма Ганди говорил, революция без насилия. В свое время я даже подарил книжку, помнишь, да? Революция 2.0. Поэтому люди должны понять. Шарпан. Да. Если мы говорим, 14 статья приравнят всех, в принципе, по выборной системе, вообще, как гражданина, да, вообще, права президента, господина Назарбаева, Патакаева, и кого бы не взяли, вот наша делегация здесь, в Киеве, мы из 10, из 9 человек, 60% простые люди. Простые люди. Можно сказать, рабочий класс. И поэтому, понимаете, чиновник, сейчас вопрос на сцене. Кому сегодня народ доверяет? Никому. Назарбаев доверяет? Не доверяет. Я уверен, могу сказать. Полиции, судам, прокатуре, парламенту, Акимов, власти. Никому не верит. Я в оппозицию тоже не верю. К сожалению. И поэтому что надо? Нужны новые свежие силы. Новые силы. Зеленские. Ну, по Зеленску у меня вопросов много, я не буду сравнивать Казахстан. Свежие силы. Свежие силы. Не замаранные, ответственные люди. И, по крайней мере, те люди, которые пользуются доверием народа. Которые себя не дискретировали. Такие люди есть, такие люди появляются из простых людей. Это показывает и митинг. Да, да, да. Вот смотрите. Молодые. Вот они не замарные. Вот за их будущее. Наше поколение, мы должны по мере нашего опыта, знаний, мы должны помогать, быть помощниками. Поскольку ставка большая. Ставка сохранения нашей страны. А вообще сейчас очень мы вообще стоим перед развалом. По крайней мере, у меня такой вопрос возникает. Часто ощущение. Не ощущение, у меня вопрос. Есть ли сегодня Казахстан или нет? В чьих руках? Вот последняя поездка господина Назарбаева. За что ему дали в Китай? Да. За что? С каким? За слугу, за слугу перед Китайской народной силой. И с какими договорами он приехал. И вообще, я думаю, все секреты по международным договорам надо избирать. Теневые договора? Теневые договора. Мы знаем, что свыше 50 договоров международных с Китаем. Они ратифицированы или нет? Что в них есть? Земля? Какие предприятия? И сегодня же сам Назарбаевский перенос заводов, он сказал. Мне строится новый завод в Китае. В Павлодарской области два завода. Поэтому, что за заводы? Какие последствия от этих заводов? У нас химико-металлургические, вот Павлодаре, и кремниевые, и кибасуи. Вот разговор. Что за этим советом? Вообще, прийти к выборам, если господин Токаев прийти, я два года назад попытался, вот пришел в Сенат, я зашел, я хотел с Токаев переговорить по всем вопросам. Токаев закрытый человек. Токаев сегодня слушает только господина Назарбаева, то есть первый президент. Если мы говорим, те проблемы, которые были с землей, те проблемы передачи национальных ценностей, вот договора международных, конечно. За Токаевом стоит передача огромной территории, территории Китайской Народной Республики, это было седьмом, по границам, понимаете? Это же конкретный живот, понимаете? И поэтому, если доверить сегодня господин Токаев, я считаю, я лично, допустим, я знаю, как он сказал, что честный выбор не в его руках. У него сегодня ничего нету, ничего нету. И есть ли желание вообще? Я думаю, у него желание быть не может, потому что он сказал, он будет продолжать политику господина Назарбаева. И с олигархами, скорее всего, бороться не будет? С олигархом тоже не будет, потому что он один из тех, когда в министерстве работал, который привел сюда олигарх в отдельных. Он стоял, он знает. И, по крайней мере, недавно он приезжал в Павлода. Какого вы имеете в виду? Ну, конкретизацию мы поговорим. По крайней мере, я считаю, что есть экибасосугули, электростанции, их приватизация, у меня много вопросов. Я в парламенте вопросы ставил, понимаете, есть вопросы. Поэтому вот здесь к выборам, и вообще, если на то пошло, хорошо, ладно, по Конституции, но поработать. И вот недавно в Павлодар приезжал, понимаете, он с населением-то не встретился. Тухая. Приезжал в Павлодар, полицейских заполнили через 50 метров, ну, узким кругом податливых, послушных людей. Если он сказал, по крайней мере, он же до сих пор не сказал, после, вот как он стал исполняющим президентом, я вот это, вот это буду делать, вот такие реформы будем делать. В конце концов, мы, нам, Казахстану, в первую очередь, необходима конституционная реформа. Не может быть Конституция под одного человека, подогнанной. Это все знают. Поэтому, исходя из этого, я считаю, в Казахстане сегодня невозможно проводить реальный выбор. Об этом сегодня многие знают. То есть вы считаете, у нас бойкот? За протест. Да, бойкот. Активный протест. По-вашему, сколько человек выйдет на бойкот? Я считаю, по крайней мере, сегодня очень трудно сказать, сколько выберут. Я считаю, ну, 12, это возможно 12, может 11, чем-то я так считал. Ну, пусть, да, 11, 800, 12. Я считаю, вот, на последних выборах в Астане во многих участках явка была около 20%. И с 12 возьмем 20%, 20% получается. Да, да. Поэтому, я считаю, где-то 7-8 миллионов казахстанцев в среднем не будут участвовать на выборах. Это... Без никакого бойкота даже? Без никакого бойкота. А с бойкотом сколько? А с бойкотом, я считаю, вообще явка будет сумасшедшим низкая. Низкая. Сумасшедшим низкая. Поэтому, как раз... Примерно, цифры какие может быть, может быть, по-вашему, на вскидку? Явка? Да. Ну, я думаю, ниже 20%. Намного ниже. Явка в Сирене по Казахстану будет ниже 20%. То есть, если на выборах президент не будет участвовать 7-8 миллионов даже населения, а что за выборы это? А почему они не будут участвовать? Как вы собираетесь это зафиксировать по протоколам, по видеосъемкам? Будет какая-то фиксация? Все проценты какие-нибудь. Даже бюджетники придут. У нас в Казахстане, к сожалению, если 100 человек придут, или, допустим, выборы состоявшими признают. Поэтому официально нету, да. Мы говорим о фиксации людей, которые... Поэтому я считаю... Как это будет фиксировать? Я считаю, вот, допустим, мы в течение двух дней здесь дискутировали очень жестко. Каждый высказал свое мнение. Мы определились. Вот провести Курлтай и сегодня довести наши решения по бойкоту до населения. Вообще, протестный электракт, я считаю, в Казахстане растет с каждым днем. Созрел. Созрел. Люди понимают. Власть отдалилась от населения настолько, что вообще их соединить сегодня невозможно с этим режимом. Нельзя что-то не слушать. Я вот, допустим, ехал сюда, ко мне домой пришли полицейские, где он спрашивает по 1-майским событиям. Понимаете? Сегодня уже невозможно оппозиционно настроенным людям по улице спокойно ходить. Вот документы спрашивают. Они просто... Ко мне даже 16 декабря, в прошлом году, полицейские пришли ваше удостоверение. И начали меня в оборот. Понимаете? Просто я так хожу. Я говорю, что, ориентировку дали что-нибудь? Мне... Я, конечно, готов судиться. Я прошел жирновую ихнюю. Я испытал на себе государственную машину, жесткую государственную машину. И то, у меня страха-то нет от них, понимаете? А простые люди, которые первый раз увидели, что с ним жестко разговаривают. В каком у них состоянии? Поэтому этот страх, конечно, присутствует. Но самое главное, что преодоление страха у людей проходит. Особенно молодежь меня радует. Особенно выступление многодетных матерей. И люди поняли, что от этой власти дать нечего. Студенты просыпают. И вот это радует. В этих условиях, в этих условиях, мы должны с населением работать, говорить. Что, в принципе, если они не одумаются, если мы не отметим выборы, после этого последствия будут очень тяжелые для страны. И, по крайней мере, мы сейчас, я лично хочу сейчас сегодня спросить о Мажлесе, какие законы, какие договора ратифицированные. Спросить. Конкретно. Я хочу, вот приедут к кандидатам Токаев, я приду, постараюсь прийти на эту встречу, если удастся. У меня есть конкретный вопрос, нелицеприятный, господин Токаев. Я ему не верю, понимаете, что он нормально будет работать на страну, на народ. Он будет, опять же, обслуживать узкий круг людей, которые довели нашу страну, подвели к пропасти. Вопрос. Допустим, Токаев встречается с группой представителей общественности, гражданского общества, оппозиции, и говорит, я гарантирую, что будут честные выборы. Вы мне скажите, какие для вас гарантии достаточны, чтобы считать, что выборы можно считать для вас честными? И что вы можете сказать? Допустим, пять условий. В этом, в этих условиях, Токаев, чтоб там не говорил, никакие условия он не в состоянии выполнять. Если, я в единственном условии сказал, я единственном условии поставил бы. Господин Токаев, откажись от выборов. У вас срок полномочий, исполнения обязанностей еще почти, там, по-моему, год. За это время сделайте реформу. Сделайте реформу. Избирательный закон. Нет, конституционную реформу. Конституционную реформу. И пусть господин Назарбаев отдыхает, заслужил. То есть отдыхает. Пусть он отстранит его от власти. Потому что это главный тормоз сегодня в Казахстане. Вот его институты, ну, Ратановская, вот, Ассамблейская и так далее, и так далее. Вот это сегодня, да, вот, первый президент и так далее. И вообще здесь я, Токаев, хотел бы сказать. Господин Токаев, по-вашему, чтобы угодить Назарбаеву, вы переименовали Астану, ну, султан. Теперь заставили, даже дошли до такого, до наших святых улиц, где имени Сатпаева, Абай и так далее. А то хорошо хоть на местах людей протестовывали вот такие решения. А вы готовы ли со своего кармана оплатить? Это же ваша идея. А почему народ должен за ваши, вот, подхалимские действия перед первым президентом Назарбаевым, почему народ должен платить за переименование и так далее? Это миллиарды. Оплатите. Ага, оплатите. Вот, ну, одно условие такое, сказал. И, по крайней мере, главное условие, вы не старайтесь вот сейчас грязные выборы проводить. Проведите выборы в срок, пусть все подготовятся. И сегодня заявите, что через год, через столько месяцев будут выборы. Готовьтесь. Чтобы люди все приготовились. Все приготовились. А какие условия, какие нужны изменения в выборное законодательство для того, чтобы для общества был знак того, что Тукаев, Назарбаев согласны на честные выборы? Надо выполнять... Чтобы для вас будет признаком. Вот, 14 статья. Да. 14 статья. Все равны перед законом, перед судом. Угу. Вот эту норму, международную норму, пусть он выполнит. Исходя из этой нормы, пусть подведет Конституцию к тому, чтобы все были равны. Пятилетий срок, чиновница пусть уберет. Угу. Так же, да? Для выдвижения. Для выдвижения, конечно, равны, да. Ответ. И еще один самый главный вопрос. Ответ за нарушение законодательства. Два. И он должен, он должен заявить. Уважаемый... При этих суда... Уважаемый... Нет, нет, нет. Подождите, подождите. По крайней мере, есть международный суд. Если президент заявит, и вообще-то Тукаев сейчас не поверит. Если господин Назарбаев заявит, казахстанцы, родные мои, я вот повидал, я увидел, я вижу, куда мы пришли. Я извиняюсь перед вами. Покаяться? Покаясь. Но кто нарушит законодательство о выборах, получит длительный срок. Угу. Будет возбуждено уголовное наказание по тем, что... Это будет одно опять слова? Нет, нет. Нет, по крайней мере... Уважаемый гарантия такая, да? Да, вот гарантия. По крайней мере, я же тут... Но я бы не поверил. Я верю гарантиям, которые... Я же перед этим сказал. Привести законы, суды и так далее, и так далее. Тукаеву дали же мой год, чтобы он привел все соответствия нормальным нормам. Здесь и как раз судебная реформа, здесь выбранцы Акимов и так далее. За год, по крайней мере, такие нормы можно принять. Возможно, собрать надо сегодня какой-то совет уважаемых людей казахстанцев. Вот, допустим, как Сергей Бостон, Аббилин, Балташ, Торсунбаев, еще еще таких граждан, да? Кому сегодня народ верит? И всю реформу, что надо сделать? У нас мы такие нормы давали. Вот их надо сегодня. А Тукаев на это способен нет. Пока они не заявят, я считаю, что у нас нормальных выборов не будет. Вот бойкот, это срыв явки на выборах. Это показать то, что вот несколько миллионов, больше миллионов, почти все избиратели не пришли на выборы. Поэтому, с точки зрения бойкота, очень сильно помогла бы фиксация явки. Будет ли какая-то фиксация явки со стороны общественных? По крайней мере, по крайней мере, чтобы тенденцию знать, не обязательно на всех участках наблюдения газового. Так же, да? Можно выборочно, вот в разных районах, выборочно. И этот принцип можно организовать. Явку. Самое главное, явку организовать. Явку зафиксировать. Зафиксировать. Явку можно. Правда, потоки строим будут. Здесь возможность по списку или не по списку. Я еще... Бюджетный? Да, бюджетный. Я, допустим, у меня открепительный талон с прошлых выборов. Я не ходил. По крайней мере, мы хотим, вот, возможно, обратимся, кто готов собирать бойкот. Забирайте. Вычеркивайте себе из списка. Берите открепительный талон. Если мы зафиксируем в сотни тысяч, возможно, миллион людей, открепительных талонов, это будет удар для этого режима. По крайней мере. Но у нас вообще опоционная деятельность предусматривает открытые действия, секретные, полусекретные и так далее. Мы все карты сегодня не хотим выкладывать. Потому что власть, она такая ушлая, а не подготовиться. Ну, хорошо. Получается, ситуация по бойкоту ясна. Цель какая? Ведь обычно любое польшинское действие оппозиции связано с тем, чтобы своими действиями заставить власть пойти на уступки, заставить власть изменить какие-то законы, заставить войти в отставку. Что преследует в данном случае акция бойкота? Я считаю, увеличение количества протестных электораторов очень важно. И по крайней мере, сегодня, когда люди преодолевают страх, когда спокойно идут на суды. И когда в судах заявляет судью, знаете, позор судье, юат. Понимаете? Вот это уже открыто. Захлопывание. И по крайней мере, пусть из-за этого административно окажут. Вот это уже преодолевается. Понимаете? Поэтому, чем больше протестный электорат, и по крайней мере, вот то, что я говорил, революция без насилия. Но власть же боится. Вот эти действия, суды и так далее, думаете, это от силы, что ли? Это из-за страха. Они боятся. Они хотят на страхе дальше держать. Но этот страх уже преодолен населением. Особенно молодежью. Многим уже преодолевается. А вот это преодоление страха, признание своей силы, мощи, понятие, что он единственный источник власти, да, и что он неравнодушен к судьбе. И вообще, знаете, вот у меня вот учителя, вот он Алашардинец, в Алмате, сидя в тюрьме, у него вот мне, он поедет, он сказал, я три дня, он на казахском этот, я, говорит, три дня, как объявил голодовку. У меня во рту ни капли не было, даже воды не было. Из меня, из головы не входит, мои три младенца, перед кем вы сидите, моля что-то. А мы сегодня исключаем, что, допустим, нашей потомки не будет перед кем-то умоляющим, моля что-то, кусок хлеба прося, сидеть будет у кого-то. Мы же подводим страну, вот такой режим подводит к этому, при этом безответственно, понимаете, безответственно. И чем больше они будут так действовать, чем больше жестко они будут действовать с населением, особенно с молодежью, но детей сажают уже в тюрьму, детей дошли до того, понимаете. Расстрел жанузин, я на суде был, понимаете, это распрощается. Вот здесь в Киеве мы посмотрели крещать, понимаете, они выводы сделали, у них там аллея, у них портреты, небесные сотни, понимаете. Вот это уже, а у нас жанузин, пойдите, посмотрите, все же вымыслили, все почистили, где в памяти, а через некоторое забывается, ни одной фотографии, ни одной фамилии, понимаете. А здесь же, как можно вот это терпеть? Мы же выводы не делаем. У нас, значит, раз выводы не делаем, это может повторяться. Повторяться. Это же страшно. Перейду к другому вопросу. Вас вывели из партии УСДП, вы написали заявление Джармахану Туэкбаю о том, что он неправильно ведет свою политику. Вот состояние УСДП, как вы оцениваете в период Джармахан Туэкбая? Вы с ним долго лет сотрудничали, были долгим годом соратником. Почему так сложилось? Почему партия попала в такое положение? Ну, к сожалению... По сути, это единственная зарегистрированная партия оппозиции. К сожалению, конечно, я могу констатировать, что мне не удалось укрепить организационно-политическую партию, будучи заместительным... Ну, я не скажу товарищам, господином Туэкбаю. Вообще, знаете, не зря говорят, надо путь соли съесть, чтобы человек узнать. Мы же доверчивы, слишком доверчивы и за определенное время. А когда поймешь, у меня так получилось, что я, когда понял, я ему открыто в глаза сказал, что он, к сожалению, вывода не делал. Я вижу, что он все-таки работает с оглядкой. Поэтому, безусловно, на власть. На власть. Я говорил, более 50% руководителей филиалов работают с Акимами, с властью. Вот это я на Павлодаре почувствовал. Я сказал, я просто хочу создать такой филиал, не будучи замом, но не руководителем филиала, поскольку я с Павлодара. Давайте мы создадим во всех областях. И не надо накануне выборов. Мы знаем, казахстанское, задолго. Мы должны постоянно, каждый день работать к выборам, на выборы работать. Каждый месяц. Каждый месяц, каждый день надо работать, понимаете. И собирать убежденных людей, без оглядки. Самое страшное, вот у нас, когда нам внедряют тех людей, они же за короткий период, они... Так, одну минуту. Получается, Жармахан Тойбе, по-вашему, он ушел в оппозицию осознанно или, вот как некоторые говорят, по поручению? Знаете, я историю знаю. У меня в кабинете оставили куртку Алтенбек Сарсимбаев, Гулат Абилов и Урас Жандосов. Они втроем пошли. После того конфликта, когда Жармахана родственники пропустили по округу Сарагаш, Можлист, он внутренне расстроился, он был первым замужем у Назарбаева по партии. И у него, наверное, обида сыграла, и он просто хлопнул дверью, статью написал, и он ушел в оппозицию. Этим ребятам воспользовались ребята... Это было искренне поступать, да? Не искренне, обида больше всего. Искренне обида? Искренне обида. После этого он пытался, наверное, он все равно погорячка вот эту свару, после этого, я думаю, он пошел опять в сговор с властью. Он работал на две стороны. То есть поручения как-то кого не было? Поручений не было, он пошел, и потом он поверил. Я думаю, Алтике убедил его, что он может стать президентом, потому что власть Назарбаева разваливается, он слабый, мы тебя сделаем, давайте за это время, за пять лет, только один срок будешь, мы подготовим Казахстан к нормальному развитию, подведем. Потом он и поверил, что может он выиграть Назарбаева. Но, к сожалению, после этого, я думаю, он понял, там стоял Балгимбаев, вы знаете, его сват, бедный человек. Вот, и поэтому нам трудно. И посредище Балгимбаева, наверное, свершил. Самостоятельно, он никогда не был, он был всегда помощником. Хоть он прокурором был и так далее, он в этом убедился. И после этого, видя, что он ничего не может, я предложил ему сделать реформу в партии, подвести, значит, пригласить новые силы, принять в партию, поработать конкретно в регионах. То есть, сделать боевую единицу, как партия. К сожалению, ему это не надо было, наверное, была ответственность. Почему он долгое время не уходил из партии? Потому что он нужен был власти. Тут он поступал по поручению. Даже, даже. Он сам лично мне говорил, надо было из партии, накануне выборов, убрать Турсумбаева, Томсова, Алибаева, еще таких, каких-то неугомонных, прямолинейных людей убрать. И тогда партия могла попасть в парламент. Я поэтому на последних выборах, я даже заявление не... Я сам сказал, Жака, поскольку я Назарбаев прямо в глаза сказал, что он не лидер, увидит в нашей партии фамилию мою, и он скажет, да ну их нафиг. И поэтому я сказал, даю дорогу. Я даже кандидатом, будучи руководителем партии, я даже себя не видел кандидатом, чтобы именно, чтобы партия прошла. К сожалению, предательство вот это все, вот партию подвела к тому, что, вот, я думаю, будущего партии, там хороших ребят очень много, молодых много, убежденных людей очень много. К сожалению, я думаю, сегодня опять эта партия, Жармахан передал в руки, я Бапи не имею в виду, тем силам, которые на позицию, на будущей стране не будут работать. И туда попадут случайные люди. Вы называете силы, которые привели Ермурата Бапи? Ну, возможно, здесь Ермурата Бапи я, честно говоря, не вижу лидером партии. Почему? Хороший человек, я думаю, смотря, кто будет организовывать, потому что в партии лидер... Партоаппарат? Нет, не партоаппарат, филиалы, структуры, бедерли люди, подготовлены люди, которые знают партийную строительство. Это партийная строительство, это определенный законный. Естественно, по законам строятся партии. Знающих и экспертов таких в партии сегодня нет. И потом, сколько может эта партия сидеть в Алмате? Конечно, Алмата, климатические условия хороши. Но вся жизнь сегодня в Астане. Ну, извини, я извиняюсь, я Нур-Стан не воспринимаю. Это не моя столица. Для меня это столица, это просто Астана. По причине Астана? Астана, Астана. Поэтому, вот, по шагам виду, по шагам виду. Я думаю, сюда придут несколько дискретирующие, не пользуются доверием у населения, придут отдельные личности, и они по указу команды Ермурата придут, и они, возможно, попадут в следующий взамен, КНПК попадут в парламент. Как вы думаете, вот говорят некоторые, что Тойгамбаев стоит за приходом, он участвовал в переговорах между Ермуратом и Жармаханом. Сколько вообще это такая информация возможно? Ну, во-первых, Тойгамбаев, вы знаете, возглаждался в уголовном деле, по-моему, в Киргизии. И поэтому власть, власть, да, таких людей, которые имеют такое состояние, в смысле, вот... Богаты? Нет, не богаты. Ну, значит, ну, в смысле, зависимые. Зависимые от определенных условий, от власти. Они пытаются их, в какой-то степени, чтобы они служили этой власти. И поэтому они, конечно, будут участвовать. Если бы нет, то он, по крайней мере, Казахстан спокойно не переговорил. То есть вы считаете, что Тойгамбаев – это человек власти? Я считаю, он человек, служивший и служащий для власти. И сегодня он хочет в тени уйти. А Ермурат в АПИ тогда в этом случае понимает, что им пытаются играть со стороны власти? Ну, здесь, знаете, вот я считаю, что в любом случае человек, он не может быть независимым в положении Ермурата. Почему? Потому что сегодня, ну, газета, если бизнес, у него бизнес. Газетная, да? Ну, какая разница? Все равно бизнес. Да. И поэтому, если на самом деле это оппозиционная, она все равно зависит. И хотя единственная газета сегодня, которая, допустим, людям более-менее нравится, это тоже опять зависимость. Сколько раз закрывали, мы знаем, и так далее. Поэтому власть зря ничего не делает. И кто против власти, они сегодня или осуждены, или осуждены, или изгнаны из страны. Поэтому здесь посмотрим, поживем, с кем он еще будет работать, какие силы он будет привлекать в партию, как он будет работать в регионах, властях. Вот некоторые говорят, что договоренность между Жармаханом и Тойгамбаевым Тойгамбаевым была в какой-то степени связана на денежной основе, по сути, вот вариант продажи партии. Ну, по крайней мере, Жармахан, я думаю, в деньгах не нуждается. Он на продажу партии нет. Он вообще-то, понимаете, в последнее время он мучился. Он мучился. Чем? У него конфликт с Гуржаном Иргалиевым, Булатом Абишем. Он способствовал ликвидации партии. Вот он мил? Да, да, да. По крайней мере, Булат, многие вопросы, Кусанова исключали. По Кусанову я сам участвовал, я убежденно голосовал за его исключение, поскольку он открыто работал с властью администрации президента. Как вы это поняли? Ну, по крайней мере, эти слова мне доведенные, вот, Жармахан, я пойму. Он лично мне это говорил. Лично говорил. И лично он говорил, чтобы Кусанов просил, чтобы он ушел, партию передал Кусану. Не, но это же не следует, что Кусанов человек в власти. Жармахан как-то обосновывал, что Кусанов человек в власти. Чем он мог это объяснить? Как это доказать? Не, ну, он, по крайней мере, сказал, что он был у господина Мусина. Он говорил о том, что Кусанов, он говорил, что пользуясь вот этим, что приближением к власти, он способствовал, я конкретно, просто здесь не хочу говорить, конкретно способствовал на определенные должности при устройстве своих родных. Контактам розников. Допустим, если Нармбай встречается, там, не знаю, с Тасмагом Биетовым, допустим, да? То есть самого контакта ничего компрометирующего нету? Нет. Или, допустим, да? После этого мы же действие должны смотреть. Поскольку, 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 я сам в Жармахане даже не хотел работать, я, по крайней мере, исключение в партии, я сначала хотел доказать и говорил, через суд восстановиться в партии, потому что Жармахан нарушил закон, устав. Ну, это закон партии. А что нарушил? Ну, по крайней мере, я был заместительным председателем, я до этого, я был членом президента. По крайней мере, без мое участие, без мое участие, обсуждать мое исключение, он не имел права. Понимаете, это... А уставу, по идее, съезд должен решать, да? Ну, по крайней мере, съезд избрал меня, да, съезд, на съезд. Он же боится вот этих вопросов. Он привык, как Назарбаев. Нельзя ему вопросы задавать, нельзя вопросы. Вот такие общественности придавать и так далее. Поэтому Кусан такие вопросы никогда не поднимал по уходу. Он просто несколько постов был и так далее, и так далее. Я, в принципе, я его потенциал знаю, что он журналист хороший, Кусанов, что он двуязычный, при этом он за словом в карман не полезет. Оратор хороший. Оратор хороший. Ну, другое дело, понимаете, другое дело, я же вижу, я вижу, какие вопросы поднимает. По крайней мере, сегодня во голове, во голове, потери независимости страны. Почему? Потому что власть непрозрачно работает. Власть непрозрачно работает. И президент непрозрачно работает, и парламент, и так далее. Он же эти вопросы, он так, обтекаемо говорит, обтекаемо говорит. Поэтому я здесь думаю, что, по крайней мере, здесь, вот, сегодня самое страшное, нету доверия простых людей. Вот, каждый человек думать должен, как заработать доверие у людей. Во-первых, он сам должен, его действия должны быть открытые. И более решительные программы. Более решительные, активные, и, по крайней мере, прямо говорить о той ситуации, которая сложилась в Казахстане. Без обтекаемых, прямо надо говорить. Это тогда людям нравится, когда прямо говоришь. Это вот так, это вот так. Тут не надо вилять. По крайней мере, я со стороны Кусанова вижу виляние, если быть более открытым. Я сам лично, допустим, могу сказать, я ему просто не доверяю. Здесь вопрос не стоит, что за того голоса. Надо же понимать, что из всей оппозиционной палитры, конечно, есть, может быть, с вашей точки зрения, более подходящие фигуры. Но зарегистрирован только он один. И, возможно, он представляет интересы, как единственный кандидат. Я сто процентов уверен, человек, который будет служить народу в стране, честно, он будет недопущен к выбору. Он будет отстрелен. На любом этапе. Если власть рассчитывает на то, что оппозиция никогда не наберет 10%, 20%, не больше, можно любого зарегистрировать, а потом уже... При таком подсчете, при таком подсчете, говорить, при таком подсчете, сначала надо добиваться. Если, допустим, мы факты знаем, учителям говорят, голосуйте за этого, бюджетникам. Потом вот рассказывают, следят, каждый оглядывается, вот через кабину, якобы просматривают. У людей страх, заходят в кабину, понимаете? То есть миф... Не миф, уже, уже. Конкретно факты есть, когда отказы были. Все, давайте, нам нужно провожать людей. Сейчас мы... Ничего, нормально, мы продолжим через эфиры.